Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске сообщение пресс-службы правительства Западной Армении. Немедленное удаление азербайджанских вооруженных баз из района мирных населенных пунктов остается ключевым – омбудсмен Арцаха. Трое армянских военнослужащих погибли в результате азербайджанской провокации. Мы не можем жить с турками, в Нуршене не верят в эпоху мира. Восточная Армения, Западная Армения – путь единства и реализации национальных целей. Послание католикоса Великого дома Киликийского Арама I. Знакомство с городами Западной Армении. Пресс-служба правительства Западной Армении, ссылаясь на отзывы репортажа о проделанной работе 2021 года и предстоящих работ в 2022 году, премьер-министр Западной Армении Седа Меликян на государственном телевидении Республики Западная Армения с радостью отмечает, что после выступления, которое освещалось в новостях на Western Armenia TV, YouTube, веб-сайте и странице Facebook, последовал большой отклик. Правительству Западной Армении в лице премьер-министра удалось сломить видение тысячи людей и жить в закрытой системе, открыть эту систему и убедить армян, проживающих в Республике Армении, людей, лишенных своей родины из-за геноцида, совершенного против армян, абстрагироваться от внутриполитических вопросов и рассматривать государство и армянский вопрос в открытой системе. Исходя из геополитических представлений, следует помнить, что у Армении есть будущее только тогда, когда она увидит решение своих проблем в применении преемственности и требований Республики Западной Армении. Десятки миллионов армян должны объединиться вокруг идеи государственности, направить все свои усилия и интеллектуальный потенциал на это святое дело. Мы с нетерпением ждем ваших дальнейших отзывов. Пресс-служба правительства Западной Армении. Защитник прав человека Республики Арцах сообщает, что согласно собранным фактам, азербайджанская сторона вела более интенсивный огонь в последние дни в направлении населенных пунктов с позиций, расположенных вблизи мирных населенных пунктов. Нападение Азербайджана на гражданские населенные пункты является посягательством на право мирного населения, прежде всего на право на жизнь. Преступные действия Азербайджана направлены на запугивание, создание атмосферы страха и отчаяния среди населения Арцаха. С точки зрения безопасности и надлежащей защиты прав народа Арцаха решающее значение имеет немедленное удаление азербайджанских вооруженных баз из окрестностей мирных населенных пунктов, говорится в заявлении омбудсмена. Министерство обороны Республики Армения сообщило, что 11 января в результате провокации, осуществленной азербайджанскими подразделениями на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Погибли рядовой Артур Артемович Махитарян и младший сержант Рудик Рафикович Горебян. В тот же день в полночь было обнаружено тело военнослужащего вооруженных сил Республики Армения Ваана Вачагановича Бабаяна со смертельными огнестрельными ранениями. Руководство Западной Армении разделяет горе утраты, выражает поддержку членам семьи, родным погибшего и всем армянам. Западная Армения решительно осуждает очередной преступный акт Азербайджана. После войны 2020 года Мартунинская область Арцаха была осаждена с трех сторон, а населенные пункты района подверглись непосредственному нападению противника с разных сторон. На расстоянии нескольких сотен метров на высоте стоит азербайджанский отряд, наблюдающий за всем движением села. Деревня Ношем была основана в 18 веке, за что и поселок получил название «Новая деревня». Теперь есть два способа добраться до Норшена. Одна – асфальтированная и удобная, но длинная. Другая – через поселки, скалистая, с горами, каньонами и красивыми пейзажами. Работать здесь – это далекая мечта. Особенно зимой людям приходится уезжать на заработки за границу. Церковь была построена первым жителем села – отцом Карапетом, эмигрировавшим из Западной Армении. В последние 100-150 лет в хозяйствах села работали особенно азербайджанцы, которые постоянно совершали преступления и убивали жителей села. Местное население утверждает, что не может жить вместе с турками. В сельской школе учатся 55 человек. Дорога, ведущая к школе, находится под прямым прицелом врага, а дети играют во дворе. Какое место займет Армению, включая Арцах, на будущей политической карте Западной Азии? Общая площадь – 41,2 тысячи квадратных километров, не имеющая выхода к морю, недостаточно для существования жизнеспособного государства. Единственная опора нашей страны – около 10 миллионов армян и их нереализованное право. Однако перед Западной Арменией стоит серьезная проблема – опасность ассимиляции. Если сегодня не будут предприняты совместные усилия с упором на сохранение армянской идентичности, утрата армянской национальной идентичности станет всеобщей угрозой для Западной Армении. Если Восточную Армению и Западную Армению не объединит патриотизм, то они обречены. Пока армяне не сильны, говорить об армянских претензиях и армянской геополитике как минимум наивно. Реорганизация Западной Армении необходима для укрепления Армении и Арцаха. Об этом говорится в послании католикоса Великого дома киликийского Арама I. Декларации его святейшества константируют, что перед армянским народом стоят различные вызовы, а перед Западной Арменией тем более, потому что существует неопределенность, бурная борьба и поиск идентичности, которые делают настоятельной необходимость немедленной реорганизации Западной Армении. В городе Зайтун-Киликия Западная Армения с 1780 по 1909 года проживающие там люди 41 раз брали в руки оружие для защиты своей жизни и прав. До геноцида армян в 1915 году в провинции Зайтун проживало около 20 тысяч армян. В Зайтуне армяне занимались ремеслами, торговлей, земледелием и садоводством. Трагедия геноцида не осталась вдали от Зайтун. Жители были депортированы и убиты. Но это был не конец. Пережившие геноцид когда-то в 1930-х годах выразили волю к жизни, к возрождению своей родины и основали район Нор-Зайтун в северной части столицы республики Армения. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале «Западная Армения». На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!